Короче, вот, финальная лекция нашего курса, заключительная, но не менее важная, чем все остальные, возможно, даже более важная, потому что речь пойдет о вашем будущем, по сути. Многие из вас, я уверен, в течение этого курса открыли для себя фронтенд-разработку, и как минимум некоторые из вас точно, определенно, совершенно точно, хорошо, очень в ней, скажем так, разобрались в этой области, и, возможно, кто-то из вас даже планирует связать с этим всю свою дальнейшую профессиональную жизнь. Это круто, это похвально, уверен, что у вас всех получится. Соответственно, эта лекция, это такая, скажем так, в этой лекции я попробую вам рассказать, немножечко направить вот в этом, отпустить вас во взрослую жизнь самостоятельную и подсказать, на что стоит обращать внимание в будущем. Соответственно, лекция называется «Резюме фронтенд-разработчика 2018 года», но название обманчиво, я не буду рассказывать вам, как и что писать в резюме, потому что, ну, блин, ну, зачем вам это знать? Но я попытаюсь рассказать, что стоит знать, про что можно написать в резюме, про что стоит написать в резюме. Соответственно, начнем вот с такой темы, как развитие технологий. За эти 11 лекций, которые у нас были, я попытался вам рассказать, ну, разумеется, о каких-то базовых вещах, которые стоит знать всем. И где-то там, где-то тут мы захватывали какие-то новые вещи, которые только-только входят в стандарты или вошли в стандарты совсем недавно и начинают активно развиваться. Соответственно, сейчас я просто немножечко, без технических деталей, так вкратце расскажу вам о еще нескольких интересных штуках, которые появляются в вебе или уже почти появились, которые только-только разрабатываются, но о которых стоит знать и наблюдать за ними, возможно, даже что-то пробовать. Это вот такие вот афишки. Payment request API, Bluetooth API, WebAssembly, Media Recorder API, WebRTC. Это вот пять таких технологий. У них у всех на КНЮЗе больше 50%. То есть эти все вещи поддерживаются как минимум в половине браузеров. Точно поддерживаются. Там, конечно, разные половины браузеров. Где-то это Mozilla Edge, где-то это Chrome, но неважно. И давайте рассмотрим каждую из них поподробнее немножечко. Payment request API. Это такая штука, которая позволяет… Вот, поддержка. Это такая штука, которая позволяет организовать оплату на сайте, используя нативные UI-устройства. То есть, ну все вы знаете, многие из вас очень часто платят через интернет. И на каждом сайте это своя форма, своя форма водокарты. Они все не автокомплекса. Приходится вбивать эти 16 или 18 цифр. Конечно, браузер как-то помогает с этим, но все равно это все не стандартизовано. Есть проблема с тем, что эти формы открываются где-то на HTTP, где-то на HTTP. В общем, ребята решили из Chrome, решили с этой вещью как-то бороться и придумать API, которая позволяет делать это с помощью нативного UI. То есть, по сути, вы вызываете из JS какую-то функцию, типа request payment, да? И дальше уже браузер делает все за вас. Он показывает формочку, браузерную UI. Соответственно, она автокомплетится. Если выглядит это примерно так, то есть вот форма какая-то, это браузерная. Какой-то pop-up браузерный. Можно палец приложить из браузера, чтобы подтвердить, что вы это оплачиваете. Соответственно, там автокомплит всех карточек, которые есть у вас на телефоне, например. Вы привязали Apple Pay, и вы можете выбрать расплатиться Apple Pay, а дальше уже в сайт прокинется вся информация, которая нужна. Работает так же, как на мобильниках, так и на устройствах. Вот. Из JS это примерно так. Мы задаем какой-то объект с supported methods. То есть можно оплатить через Visa, через MasterCard, через Samsung Page, через что-нибудь такое. Какие-то детали платежа, покупка слона, 99 рублей. Вот, options какие-то там. Запросить у пользователя доставку, запросить у пользователя email, на который отослать письмо об успешной оплате. И вызываем new payment request, придаем эти аргументы. А вызываем метод show. Show возвращает promise, который закроется, как только пользователь, ну, нажмет оплатить, соответственно. То есть во время этого, во время заполнения по папчика нативного, этот promise будет в состоянии pending. Соответственно, в when мы получим метод payment response. Тут будут характеристики оплаты, то есть карта, email, номер карты, Остапенко-Анатолий, ну, имя, CVC-код. И, соответственно, с этими данными мы уже можем отдыхать, отправлять запросы на сервере и произвести саму оплату. Вот. А процедура выбора, вот, введения всех этих данных, она будет унифицирована плюс-минус везде одинаково на всех устройствах. Потому что, ну, то есть, браузер, ну, я, и он одинаковый на всех сайтах. Вот. Именно в этом прикол. Эта вещь уже используется на многих сайтах на самом деле. То есть, вы видели 57% поддержки. Возможно, вы где-то уже замечали, что где-то можно, ну, где-то все еще вводишь в HTML карточку, а где-то уже вот такая вот штука всплывает. Вот это вот таким образом реализовано. И, в принципе, так как, ну, оплата, она почти везде есть в интернете, на интернет-магазинах, на сайтах кино, ну, на сайтах кинотеатрах и прочих-прочих вещах. И вот, собственно, вот это способ, как это можно сделать более интересным. Советую вам попробовать разобраться, поиграться. Прикольная штука. Следующая вещь – это веб-блютуз API. Вот, поддержка. Пока только в хроме. Но так как хром у нас почти у всех, то поддержка 55%. Это неплохо. А как он делает это дополнение, что браузер не имеет доступа к данным устройствам? Браузер имеет доступа к данным устройствам. Это веб-приложение внутри браузера не имеет. Надо понимать эти различия. То есть вы из JS, не можете ничего прочитать с диска. Но сам браузер – это просто приложение. Оно имеет доступ ко всему. Вы устанавливаете его из Google Play. Там выбираете, что разрешить, 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 разрешить. Но никто же не читает, что вы там разрешаете. Разрешить доступ ко всему. По сути, в браузерах давно надо писать доступ вообще ко всему, потому что реально из них все доступно. И вот. И уже именно в том-то и прикол, что браузеры имеют доступ к этим всем вещам. Соответственно, они могут это делать безопасно. Например, вы не хотите вводить форму, ну, трехзначный код. Точнее, вы боитесь, что ваш ребенок, условно говоря, будет играться с вашим iPad, ну, ваш младший брат, ладно, будет играться с вашим iPad и внезапно там ведет ваш номер карты, который у вас сохранен в автодополнении браузера. Ну, то есть вы в браузере вводили карту, вам Chrome подсветил, типа, а запомнить номер карты или нет? Вы такие, да, запомнить. А потом ваш младший брат заходит на какой-нибудь сайт с комиксами и покупает 10 тысяч комиксов внезапно. Вот. Как вот здесь в гифке было, можно запросить подтверждение с помощью отпечатка пальца. С JS нет досы по отпечаткам пальца, потому что, ну, они на разных телефонах разные. А из браузера есть. Соответственно, вы настраиваете у себя в браузере, типа, подтверждать отпечатком пальца любой платеж. И если такая вещь используется, то у вас попросят приложить палец, чтобы действительно оплатить карту. Ну, вот, например. То есть эта вещь, она, во-первых, унифицирует API, во-вторых, унифицирует весь интерфейс взаимодействия. На самом деле то, что здесь показано, это только маленькая часть. Там много чего можно делать. Там можно запрашивать email пользователя, можно запрашивать телефон пользователя, вот эти все вещи. И, во-вторых, эта вещь позволяет более безопасно это делать. Ну, то есть, вот. Такие темы. Есть вопросы вот по этому добру? Смотри, смотри. Эта вещь, это только ввод этих, ввод номера карты, ввод имени телефона. Дальше вы получаете уже объект с этими данными. И, разумеется, запрос в банк, вот эти все редиректы, они делаются уже по старинке. Вот. Но именно процедура ввода карты, она вот таким образом унифицируется. Разумеется, браузер за вас не будет выполнять сам платеж, потому что, ну, по многим причинам, скажем так. Ну, так сложно сделать, очень сложно сделать. Приходит, что, Google Chrome будет договариваться с всеми банками, отправлять везде запросы? Ну, как бы нет, конечно. Но вы же не через Android Pay что-то покупаете, а через браузер. Вот. Не знаю, я не пробовал. У меня нет Android Pay, у меня телефон без NFC. Ладно, шучу. В общем, такая тема. Возможно, в будущем этот стандарт находится в состоянии working drag, то есть на нем только ведется работа, может быть, в будущем добавить туда поддержку Android Pay. Вот. Ну, по крайней мере, я не особо сильно вникал, потому что, ну, то есть это новая вещь. Я вот только недавно не узнал, попробовал, ну, просто попробовал вот эти все штучки. Прикольно вроде, да. Думай, дай-ка расскажу. Потому что тема интересная, она поддерживается уже в Edge, в Chrome, 56%. Так что, мне кажется, о ней стоит иметь в виду, потому что за этим, мне кажется, будущее точно есть. Вот. Идем дальше. Web Bluetooth. Поддержка, как видно, только в Chrome. На самом деле поддержка еще и разница от версии операционной системы. Но штука безумно интересная и, по сути, позволяет, ну, Web Bluetooth API позволяет работать с Bluetooth из Web. То есть, как написано, методы взаимодействия браузера с удаленными Bluetooth low-energy устройствами. То есть вот, думаю, самое лучшее – это посмотреть кусочек двухминутных видео, где чувак про это рассказывает. Проходят. Да что с этим произошло? Пока вот это все. Эрех, пожалуйста. Я вопрос, это ребята, который пустает, я переставлюсь. Девайз обратился. И за... Комментируем вообще не так. Он не все устроили сюда, как вывели здесь, а за 100, что у нас с длиней упал. Сервис, который, когда выходит, я применил, значит, на сутки последовательных, она выдели недостаточно. И все, я думаю, что он с турбой такой. А он возвращает в процесс, возвращает в нем объект девайс, который называется девайс, присоединись к серверу, сервер своего указа. Он берет, запрашивает возможность, и снова прогибает возможность, и снова его возвращает, и снова идет точка, протестал, сервер возвращает объект, сервер возвращает, я говорю, дай мне простилить, это название 0, очень на каждый вопрос. Он снова идет вперед, раз, два, и из нее, вернее, я сервер запрашиваю, из нее берет характеристику, и снова прогибает. В общем, давайте уже пока все будет, давайте попробуем, давайте попробуем, да? Вот этот поле, я в нем, я, то есть, я экономлю, и снова работаю. А еще четвертый свечи, не хочу. Вот такие у вас любимые цвета. Сейчас у нас есть горячий черный. Ну вот, то есть, простая демка, лампа, у нее есть Bluetooth-модуль, есть приложение андроидовское, которое весит 40 мегабайт, которое позволяет выбирать цвет этой лампы. Если у вас внезапно не Apple, потому что оно только для iOS выпущено, то вам как бы не попользоваться этой лампой. Но с помощью браузера через Bluetooth можно подключиться к этой лампе, специальной опишки, и вот так вот из браузера взаимодействовать с такими устройствами. То есть, если у вас, у многих у вас есть Mi Band, браслеты, они тоже поддерживают эту штуку, и можно из браузера общаться с вашим Mi Band и вытаскивать гораздо больше информации, чем есть в приложениях на самом деле. И мне кажется, это интересная тема. И, блин, по сути, из браузера с реальным миром взаимодействовать, это же круто. Мне кажется, это очень круто. Да, можно написать браузерное приложение, которое через Bluetooth что-то там будет делать. Именно так. Вот. Есть какие-то ограничения в браузере. Что-что? Ограничения. Какие ограничения? Ну, разумеется, никто… Ну, единственное ограничение – это, ну, в общем, когда вы пытаетесь из JS кода обратиться к этой, ну, request device сделать, то у вас высветится по папчику браузеру, хотите ли вы предоставить доступ, ну, так же, как и во многих вещах. Просто браузерный по папчику, но… Для любой версии Bluetooth, кажется, для него? Нет, это на самом деле не для любой версии Bluetooth, а для устройства Bluetooth Low Energy. То есть это… Что? Это не любой Bluetooth, это Bluetooth Low Energy, тот, который вот именно в таких маленьких носимых устройствах используется. То есть, условно говоря, с iPhone передать данные через Bluetooth… Видео через… Ладно, с iPhone нельзя. С Android передать картинку через Bluetooth не получится, потому что там используется немного другой Bluetooth. Советую вам полностью посмотреть этот доклад. Это просто двухминутный кусочек вот с такой демкой, который показывает, что это реально работает. А там в докладе чуть более подробно описано о том, какие ограничения, какие… что работает. Ну, и вообще советую. Просто как минимум это интересно. Там дальше еще демка будет с квадрокоптером, потому что квадрокоптерами тоже можно из браузера управлять. Ну, и в общем, вот. Мне кажется, тема очень интересная. И можно попробовать с ней поиграться, тем более у многих из вас такие устройства тоже есть, с которыми можно реально взять и из браузера, что это с ними сделать. Вот. Есть пока вопрос по этой теме? Да, нет? Что? Молчим? Ну и молчите. Идем дальше. WebBassable. Вещь, о которой очень-очень хотел рассказать один из нас, но я такой сказал, нет, я сам про нее расскажу. Вот. И расскажу немного не так, как он хотел. То есть будет не очень много демок, потому что, ну, блин, эта вещь достаточно сложная. Но вот, кстати, поддержка. Она, кстати, очень хорошая. 67%. Но это даже еще никакая не спецификация. Это просто такая вот… Разработчики собрались и начали лобать. А в V3C вообще об этом как бы еще никакого отношения не имеет. Но со временем это все стандартизируется. А так как поддержка уже сейчас очень хорошая, то когда это войдет в какое-то состояние working draft или вообще эту спецификацию примут, хотя не верю, что это когда-то произойдет в ближайшие лет 5, то поддержка будет очень хорошая. Так вот, что такое WebAssembly? Это вообще при создании WebAssembly ребятки такие решали следующую задачу. Быстро исполнять код в браузере. То есть WebAssembly — это эффективный низкоуровневый байт-код. То есть это… Вот. И эффективный низкоуровневый байт-код, предназначенный для исполнения в браузере. WebAssembly представляет собой переносимое AST, которое обеспечивает более быстрый партинг и более быстрое выполнение кода, чем в JavaScript. То есть в чем фишка? До этого было очень много способов делать, исполнять код в браузере быстро. Например, ActionScript, ActiveX, еще раньше ActionScript, Flash, такие вещи, как JavaPlet, которые, слава богу, канули в лето. Были вещи, которые совсем недавно корпорации пытались разработать. Например, Native Portable API, такие вот вещи, NPAPI и прочие-прочие другие штуки. Причем, например, Google, одну из этих вещей, NPAPI, Google продвигал, ну, Google, продвигал Google. Если что-то продвигает Google, то обычно это все вот прямо вот становится стандартами. Но фишка в том, что в WebAssembly тоже сейчас разрабатывается в том числе и Google, и Google даже отказался от той старой вещи в пользу этой штуки, потому что она получилась намного более крутой. Для чего это можно использовать? Для редактирования изображений, видеомузыки, для криптографических вычислений, математических вычислений, для игрушек, например. В чем прикол? Прикол в том, что можно взять, написать какую-то программу, да, и скомпилировать ее в WebAssembly, то есть именно вот в этот вот байт-код. Например, такой работает для C, такой работает для C++, по-моему, для Rasta, тоже сейчас разрабатывают такие компиляторы. Разумеется, можно JavaScript тоже скомпилировать в этот байт-код. Фишка в том, что это именно байт-код. Соответственно, работает примерно таким, а, это бинарный формат, вторая фишка, то есть вы не передаете текст, а передаете уже скомпилированный, по сути, вот бинарный, бинарный файл, бинарный. Это не язык программирования байт-код, это я сказал, загружается в браузер, исполняется в браузере, но формально исполняется не в браузере, а в JavaScript-движке браузера. То есть, по сути, можно использовать и, например, под Node.js. Пока еще нельзя, но когда в Node допилят эту поддержку, то можно будет. Исполняется виртуальной машиной и не имеет ничего общего с Web, кроме того, что общается с внешним миром через JavaScript. То есть, из JavaScript можно вызывать функции этой штуки, а из этой штуки можно вызывать функции JavaScript, но ясно, что с потерями производительности. То есть, пока что можно сделать вывод, что это пригождается именно для тех вычислений, которые, во-первых, быстрее работают, чем в JS. Я по каким-то причинам. JavaScript на самом деле сейчас очень быстро работает. Ребята, которые разрабатывают V8, они, по сути, у них есть и JIT, и Just-in-Time компиляция, и прочие-прочие вещи. И сложить два числа на JavaScript не сильно медленнее, чем если это будет ассамблемный код. Но некоторые вычисления исполняются на JavaScript медленнее, там, работа с объектами. Вот. И для этих вещей использовать WebAssembly будет более выгодно. Как это работает? У нас есть какой-то исходник на C. мы его переводим, например, сначала в текстовое представление в AST. То есть, это вот какой-то такой текст, который, ну, по которым можно работать, когда вы отлаживаете вашу программу, например. Но финальный результат — это байт-код. То есть, это массив байтиков, да, массив чиселок, которые просто, ну, вот, байт-код, да. Это как будто бы я прочитал файл .exe по байтам. Соответственно, из JavaScript мы можем получить этот массив данных, да, строчку blob, а new, вот, в ассамбле кода. Это мы получили blob. Просто, ну, это ради примера, чтобы это скопировать в браузер и выполнить. На самом деле вы будете его загружать из интернета и получать сразу готовый блок, например, по SHR. А дальше мы делаем в WebAssembly.module, передаем туда blob с данными, получаем какой-то модуль. Вызываем такую штуку и получаем объект, у которого есть через export.fib, функция, которую мы экспортировали. То есть эта функция fib, она вот, по сути, ну, вот, перешла сюда. И мы ее можем в JavaScript'а выполнять, вызывать и выполнить какой-то код, который был написан нами на сях, который был скомпилирован в байт-код в asm и который выполнится немного быстрее, чем обычный JS, возможно. Давайте прямо сейчас продемонстрирую, как это работает. То есть что мы делаем? Мы откроем консольку, копируем вот эту штуку. Вот. Получили, по сути, вот этот, ну, бинарник, да? Как бы так сказать? Ну, это просто, это массив чисел, JS, а мы его взяли и перевели в oint8array. Ну, это просто для примера. И что мы делаем? Вызываем эту штуку. Вот. Получаем в asm instance. Вот. Это instance. У него есть функция exports. Видно, что он экспортирует функцию fib, какую-то memory, непонятно что там. Можно посмотреть. Вот. Сколько это? Сколько это килобайт памяти? Ну, там внутри что-то выделилось. Вот. Он нам ее экспортировал. Мы можем туда что-то записать и как-то с этим работать. Например. Соответственно, что самое интересное? Работает ли функция? Берем, копируем. Вот. И вызываем. Она возвращает 55. Да, это правда. То есть 55-е число Fibonacci. Ой, 10-е число Fibonacci. То есть вот такой простой пример показывает, как можно из C что-то скомпилировать. Ну, в общем, just for пример. Соответственно, есть демка, танки, например. Это игра, которая написана на C-шарпе для Unity. Ее просто взяли в бинарник и перекомпилировали в VVAs and Code. И если нажать play, вот play, то в браузере откроется игра, которая целиком написана не на джаваскрипте вообще. То есть там джаваскрипта внутри вообще нет. И вот тут танки, они работают и, ну, долго запускаются. Может даже и не запустится, может поднется с ошибкой что-нибудь. А, ну вот. Да, ура, стреляем. Нет никакого джаваскрипта. А эта игра работает в винде, потому что это Unity. А мы ее просто взяли и портировали таким образом вот сюда в браузер. Мне кажется, круто. Вот, соответственно, я не буду рассказывать вам все возможности этой штуки, потому что там еще много всего другого есть. Но вот просто ради вот такой демки, чтобы вы имели представление, мне кажется, это интересно. Есть какие-то вопросы по этой теме? То есть можно любую программу взять? Ну, со звездочкой. Как бы суть в том, чтобы в итоге можно было почти любую взять. Да. Но, разумеется, сейчас это только-только разрабатывается. И с определенными ограничениями можно любую программу на C перегнать. Разрабатывать компилятор из RASTA, я уже сказал. Любой код на джаваскрипте можно таким образом перегнать. Вот, например. Есть онлайн компиляторы джаваскрипта. Вы там вводите джаваскод, он вам компилирует, выдает массивчик этих байтов, которые можно вставить. А, да. Это получается сразу в профиле дебюта, и все, сразу все загнали или по функции? Я точно не знаю, но мне кажется, взяли уже скомпилированный файл и просто его немножко перекомпилировали. Ну, что-то такое. Но я точно не знаю. Я как бы сам особо с этой вещью тоже не работал. Надеюсь, когда-нибудь, когда у меня будет чуть больше свободного времени, я все-таки подробнее изучу. Но вот вкратце как-то так. Вот. То есть если вы реализуете RSA, ну, алгоритм шифрования, на самом деле он же реализован в браузерах, но если вы хотите по-своему реализовать, то можете таким образом написать функцию на сях и скомпилировать ее в этот. Если вы делаете какую-то функцию обработки картинок, например, изображений, взяли, написали ее на сях, или уже взяли готовую из OpenGL, да, компилировали ее вот так вот в VAS модуль и из браузера вызываете эту функцию. Она работает быстрее, чем браузерные функции. Ну, как бы. Ну, то есть на самом деле этот файл, вот эти байты, это байты, это на самом деле вот такой вот файлик. Вот он. Program.vas. Это файл, и его можно, ну, как. Вот. Это просто, вот, пожалуйста. Байты. Memory, main, какой-то бинар. Так, вот, мы его загружаем в браузер через TextScript, из JS получаем доступ к тому, что мы загрузили, ну, блок получаем, буфер, буфер данных, и с помощью этих функций вот берем и переводим его в вид, который можно запустить. Ну, как-то так это работает, например. А это у нас, получается, должен постоянно доступ к этому файлу? Ну, не, ну, разумеется, веб-ассамбле это код, который нужно загрузить в браузер и исполнить. Он как бы, то есть мы каждый раз загружаем, как TextScript, но загружаем не TextScript, TextScript это текст. А текст, он очень, ну, очень много весит по сравнению с бинарами. Вот. Загружаем бинар? Вот. Ну, как-то так, примерно. Есть какие-то вопросы по этой теме? Двигаемся дальше, потому что еще много всего. Следующая прикольная штука, которая тоже развивается, это Media Recorder API. Поддержка вот Firefox, ну, в любых китах, по сути, поддерживается, да. 63% находится в состоянии стандарта, но развивающегося. То есть working draft, черновик. А что эта штука позволяет делать? Она позволяет получать доступ к камере и микрофону компьютера через JavaScript API. То есть у меня есть веб-камера, да, есть микрофон, и я могу нажать на кнопочку старт, и если все пройдет хорошо, что-то пошло не так. Все зависло, как всегда, на самом интересном месте. Давайте просто обнимем страницу. Ого, работает. И я вот вижу себя. Привет, вот камера. Могу вас показать, если хотите, но я думаю, не хотите. Вот, соответственно, у меня здесь на MacBook загорела зеленая лампочка, что меня снимают, и вот такие дела. Можно взять стоп. А? Нет, вот, можно прямо сохранить. То, что мы сняли, вот, в видео веб-м открылся, ну, сохранилось. Соответственно, вот я его сейчас в загрузочках вижу, я могу открыть VLC. К сожалению, у меня MacBook, поэтому у меня очень большие проблемы с воспроизведением всяких видосов. Не то, что на Винде. На Винде все круто. Вот, и перетащить его. А, не работает. Вот, и вот, пожалуйста, я сохранил то, что я снял. Ну, такие дела. Вот, если... Соответственно, вот, как это выглядит в JS? Есть навигатор Media Devices, получаем GetUserMedia. В объекте Constraints передаются какие-то ограничения на эту штуку. То есть я говорю, получи мне медиа, ну, там, с определенной ширины, определенной высоты, с определенным битрейтом, ну, то есть все штуки. Вот. Возвращается Promise. Соответственно, браузер запросит у нас, хотите ли вы предоставлять этому сайту доступ к вашей веб-камере, к вашему микрофону, то есть безопасность, да. Нельзя просто так втихаря кого-нибудь снять. Получаем объект Stream. Создаем объект Media Recorder, New Media Recorder, передаем Stream, передает Meme Type, с которым создавать этот стрим. Вот, навешиваем в обработчик и нажимаем Media Recorder Start. Вот. Соответственно, мы можем в обработчике получившиеся значения, ну, данных, кусочки данных, чанки, класть какой-нибудь массив, например, чтобы их потом сохранить. Можем отправлять по сети, если мы делаем какой-нибудь Skype. Можем просто вставить на страницу элемент видео и в src-object этого элемента передать этот стрим. Соответственно, можно будет в самом браузере отобразить то, что снимается с веб-камеры. Собственно, так и сделал. В конце, когда мы закончили работать в Meme Media Recorder Start, мы можем отправить этот блок, сохранить его или отправить куда-нибудь, например, если мы снимаем, не знаю, видеоинтервью в браузере снимаем и потом отправляем, если у нас вот такая вот тема случилась. Соответственно, какие могут быть применения? Вот я здесь написал, что это может... А, блин, не написал нигде, да? Ну, в общем, эта штука где может применяться? Ну, снимаем видеоинтервью, например, потом хотим сохранить. Делаем какой-нибудь Skype, например, да, или что-нибудь такое. Вот. Мне кажется, тема интересная. Буквально недавно, чуть больше месяца назад на работе как раз именно с этим работал. Мы делали маленький сервис, личный кабинет, в котором можно было снять видеоинтервью и отправить его на просмотр. И, соответственно, вот с этим работали, именно вот с этим. Поэтому рассказываем, так сказать, по-по-живым этим. И поддержка очень хорошая, поэтому мы это используем. Хотя все еще working draft, то есть никакой нестандарт. Мне кажется, интересная тема и можно попробовать с ней поиграться. Тем более, это очень легко. По сути, это почти весь код, который вот реально у меня в этот браузер сейчас здесь запущен. Могу открыть консольку и показать его. Вот. Можете сами посмотреть. Да? А, как можно это получать снято? Именно что? Записать видео? Или сходить? Ну, то есть это же нужно и для того, чтобы от стрима и до видео просто подписать и его сохранить. Ну, записать, сохранить, записать, отправить. Да, а что еще нужно? Ну, это же не только видео, это аудио, то есть мы можем сделать телефон через веб-сайт. Это не по только передачи данных, а там... Это это не передачи данных, это пока только запись. Вот. То есть это конкретно про запись. Написано же, позволяет получить доступ к камере микрофона. Ну, никаких других способов получить доступ к камере микрофону нет, потому что зачем нам два одинаковых способа, сделать то же самое. Но это было бы бессмысленно. Ну, реально. Если уже можно получить как-то доступ к камере, то зачем лобать еще один способ? Нет, это новое. Ничего другого не было. А, ну раньше использовали для этого Flash. Flash. Flash или Java плета. Про поток ее передавать чуть позже. Вот. Раньше для этой вещи использовали Flash или Java плета, которые, слава богу, канули в лету. А сейчас это можно делать нативно и с браузером. Вот. Я ответил на твой вопрос? И на другие вопросы я ответил? Если они были. Тима прикольная, интересная. 15 строк кода вы можете заснять, какой хороший, красивый. Двигаемся дальше. WebRTC. Вот как раз WebRTC это та штука, которая для пропотоковой передачи данных. Поддержка очень хорошая. То есть почти все браузеры, 75%. Потому что на самом деле, наверное, из тех этих вещей, вот что я перечислил, эта штука, она самая старая. Насколько я помню, она раньше всех появилась. И вот сейчас она уже почти, вот working draft, возможно, какое-то время спустя ее примут в качестве стандарта и будут использовать. А что это такое? Это API, который позволяет браузерам позволять, который позволяет браузерам организовать P2P соединение, передачу данных напрямую между браузерами. Кстати, я тупанул потоковая передача. Зачем тебе потоковая передача? Вот ты здесь в вон Data Away Label открыл WebSocket соединение, туда просто передаешь данные через WebSocket. Вот тебе потоковая передача. А через WebSocket можно передавать бинарные данные. Вот. Они для этого тоже хорошо оптимизированы. Если ты делаешь какой-нибудь Skype, то можешь вот через WebSocket вот так вот передать данные. Например. Вот. Это один из способов. Это между браузером и сервером. Ну WebSocket это браузер и сервер. Соответственно, сервер может эти данные передать еще куда-нибудь. Например. Вот. Это один способ по старинке делать, например. Ну, event data это не кадры, это кусочек видео. То есть, вот я здесь говорю, записывал мне по тысяче миллисекунд. Соответственно, он раз в одну секунду будет это событие дергать. Вот. То есть, это кусочек данных. Не кадр, а несколько кадров в несколько секунд. Можно сделать там 10 секунд, 15 секунд. Вот. Просто если на каждый кадр это событие вызывать, то, соответственно, кадров сколько у нас? 24 в секунду? Ну, или 60. И это было бы слишком часто. Вот. Например. Наверное. Такая тема. Да. Так вот. WebRTC это как раз таки способ соединяться между браузером напрямую. P2P. Где можете использовать? Для медиа-стриминга, да, для видеообщения, онлайн-игр, чатов. То есть, это не обязательно медиа передавать, не обязательно видосики передавать. Можно просто какие-то данные передавать. JSON, если нужно. Распределенный файл систем. Например, если вы хотите послать файл, ну, там, отправить файл через файлообменник другому человеку, то вам его надо загружать на файлообменник, а другому человеку скачивать с файлообменника. Это может быть долго. А послать напрямую сразу же, если у вас, условно говоря, ваш компьютер соседа находится с вами в одной и той же сети, рядышком просто стоит, то это будет намного быстрее, чем ходить на сервере, пересылать через сервер. Ну, очевидно, да? То есть, вот такая вот хитрая замена какому-нибудь airdrop, например. Соответственно, для чего, какой еще большой профит от этой штуки? Это снижение нагрузки на ваши сервера. То есть, если вы стримите, то как это происходит? Вы загружаете видео на сервер, а потом сервер загружает видео всем, да? То есть, сервер выполняет много работы. А так, видео будет загружаться напрямую, соответственно, ваш сервер будет чуть менее загружен. Мне кажется, это тоже круто и полезно. Вот. Как это выглядит? А, для того, чтобы установить P2P-соединение, разумеется, браузеры должны знать, ну, клиенты должны знать адреса и порта друг друга. Вот. Таким образом, вообще без сервера обойти все равно не удастся. Нужен сервер, который называется signaling сервером, который вот эту информацию передаст по какому-то другому протоколу, по HTTP, например, да? Вот. Кроме адресов и портов клиенты должны договориться о параметрах устанавливаемой сессии. То есть, в каком формате видео отправлять, в каком формате звук отправлять, если это видео и звук. Ну, такие вот вещи. Так как в основном это бинарные данные, то, соответственно, нужно очень сильно договориться вот о формате этих данных. Вот. Для этого есть специальный протокол SDP. Вот. Он для этого используется. А еще такая проблема с WebRTC присутствует. Это то, как эта проблема связанная с NAT-ами. Обычно, ну, если два компьютера находятся в одной сети, то никаких проблем не возникает. Но если эта сеть скрыта за NAT-ом, то, соответственно, нужно как-то узнать свой адрес NAT-серва и свой адрес внутри этой подсети. Для этой вещи используется дополнительный сфер, который называется STAN. Вот. Задача взаимодействия с ним есть фреймворк IC, который уже реализован в браузере и вот эту всю проблему выполняет. То есть, по сути, ну, вот это проблемы, которые могут возникнуть и как они уже решены. Они написаны в браузере и вы просто вызываете функцию JavaScript из браузера. А браузеры сами это все делают. По сути, в итоге все взаимодействия через WebRTC сводятся вот к этим вещам. Передаем адреса серверов, которые позволяют узнать адрес за NAT-ом. Ну, не суть. Создаем объект RTC Peer Connections, да, передаем какие-то параметры, какие-то опции, сдаем конфигурацию какую-то там, ну, там просто формат объекта можете сами почитать. Вот, есть события on-ice-кандидат. То есть, эта штука вызывается, когда браузер хочет, чтобы вы отправили какие-то данные к вашему другому браузеру. То есть, чтобы подсоединиться по WebRTC, надо, чтобы два браузера знали друг о друге. Соответственно, вот в эту функцию придутся данные, которые нужно отправить другому браузеру, чтобы они друг о друге узнали. Ну, сложно объяснил, но, в общем, по сути, эта штука, она за рукопожатие отвечает. Вот, on-ice-stream вызывается, когда удаленная сторона присылает новый стрим с данными, то есть, она может присылать несколько потоков данных одновременно, например, видео поток и аудио поток, если это Skype. Ну, не суть. Вот, и есть какой-то RPC, RTP sender, мы можем свой стрим с данными отправить. Ну, в общем, какое-то описание пишки, согласен, он немножко сложный, на самом деле там тоже дофига всего, но вот как-то так можно соединяться с браузером напрямую, peer-to-peer. Примерчика нету, к сожалению, есть, можете загуглить, вот, я на каждом слайде здесь ставил ссылочку на очень хороший подробный туториал от Google на эту вещь, можете почитать и посмотреть. Вот, есть вопросы на вот эту тему. Да. Я не не профи в этой теме, поэтому я так нескладно рассказываю, потому что я с этим на самом деле не работал, не довелось, но, возможно, когда-нибудь поработаю и буду рассказывать чуть более уверенно. Вот. Ну, как-то так. Хорошо, если я юзер, я хочу просто передать файлы, вы меняете один раз сейчас скайпер, можно, если ты выбросов для тебя выказать? Что значит передать файлы? Ну, типа, да, это же, но я не хочу спрашивать гидарат на скайпе, я хочу бразы передать, у меня есть леператиси, есть какие-то сервисы для этого? Наверное, есть, я не пробовал, если честно, не знаю, я думаю, любую вещь, которую придумали, уже реализовали, а если не реализовали, то это идея для стартапа, так что все в твоих руках. Все, я не нашел. Ну, вот, зачем было спрашивать меня, если можешь спросить и более хорошего ответчика, так сказать. В общем, вот, это такое, в общем, вот эти пять вещей, о которых я только что рассказал, с некоторыми из них я работал, с некоторыми нет, но по сути, это очень такие вещи, которые, ну, во-первых, уже почти много где поддерживаются, во-вторых, они, ну, такие, скажем так, об общем, то есть могут использоваться много где. На самом деле, есть еще много других вещей и возможности бразеров, например, веб-виар, но веб-виар, он только, ну, в виаре связан, и поэтому я про него рассказывать особо не стал. И там еще куча всего, в общем, о чем это было, о том, что, помимо того, о чем мы вам рассказывали, есть еще много всего в вебе, и поэтому не стоит думать, что вы сейчас прям все знаете и останавливаться, скажем так, и успокаиваться. Всегда есть, что нового изучить, и всегда есть, как бы, чем это, ну, как, где это используете, возможно, вы будете за изучением придумать какую-то идею, реализуете и создаете свой стартап. Ну, или как минимум, можно будет потом об этом написать в режиме, это что вы умеете работать с вебертисьи. Если вы действительно будете уметь, то это хорошая строчка в режиме, как мне кажется. Вот. Следующая часть нашей лекции, ну, чуть-чуть, микро-часть, буквально на 15 минуточек, отпущу вас на перерыв, а потом будет вторая половинка, это как стать профессионалом. Соответственно, вот вы сейчас, ну, скажем так, начинающие, фронтенд-разработчики, кто-то вот эту стадию начинающего фронтенд-разработчика уже почти-почти преодолел, но так как у вас у всех, ну, достаточно мало опыта сейчас, ну, полсеместра обучения и маленький мини-проект, то вы все еще пока начинающие. Чуть больше опыта появится, станете уже такими средненькими чувачками. Я вот, мне кажется, недавно только стал средненьким чувачком. Ну, так, ну, не суть. В общем, как стать профессионалом, куда смотреть, на что, где искать новую информацию, как вообще развиваться, чтобы не терять свою квалификацию. Вот. Такая вот немножечко сумбурная тема. Во-первых, что нужно, чтобы не терять, чтобы быть крутым фронтендером? Нужно знать теорию определенную, да? То, что обычно все требуют на собеседованиях, это такие вещи, как протоколы веба. Вы фронтендер-работчики, работаете в вебе, надо это все знать. CTP, CTP2, CTPs, WebSocket, как это все работает, какие заголовки браузера, как передавать куки, вот это все вот вещь. Это вот именно такая теория, которая в каждом из вас точно нужна, поэтому знать они стоят, но это без этого точно никуда. Фронтенд это JavaScript, программирование. Надеюсь, за этот семестр вы наконец-таки усвоили, в чем отличается JavaScript от Java. Так вот, причем полезно знать не только JavaScript, а как ES6+, то, на чем вы сейчас пишете, так и более старые версии, которые ES5. То есть надо понимать, как взять классы и на ES6, и на ES5, потому что там немножко по-другому. Многие из вас наверняка не понимают, как работает прототипное наследование JavaScript, даже те, кого я порекомендовал, как крутых фронтендеров. Так вот, полезно это все подучить, потому что все-таки во фронтенде сейчас много Legacy, и на самом деле поддержка ES6 далеко не идеальная. То есть не все вразилию поддерживают. И ES10, например, не поддерживают. А ES10, он еще имеет большую долю рынка, поэтому знать, как писать те же вещи, ну, конечно, можно воспользоваться Бабелем, но полезно знать, как это написать и без Бабеля. Вот. Ну, и TypeScript, разумеется, это тоже вещь, которая must-have. Так что советую вам, если вы все еще не написали что-нибудь на TypeScript, и не попробовали, как минимум попробуйте. Замыкание? Это базовая возможность, которая была всегда. да? Нет, ты не понимаешь, что она была всегда русская, они тоже надо думать. Ну, разумеется, когда я говорю знание JavaScript, это я имею в виду знание всего JavaScript. Нет, туда же для катативных расследований. А? Ну, они же раньше как замена класса. Нет, нет, друг мой, у тебя, у меня для тебя плохие новости, ты его плохо знаешь, жаскрут, видимо. Потому что замыкания класса, они никак с другом не связаны, это просто базовая возможность языка. Ну, как бы. в смысле, просто полукод на катативу или полукод на замыканиях. Нет, код на замыканиях это очень странная вещь, не говори никогда такого никому, потому что ты сразу же, с тобой сразу же попрощается. Ну, значит, не считай те места, где ты видел такие фразы, код на замыканиях. Что значит код на замыканиях? В общем, нет, чувак, это что-то не то. Если хочешь, можешь спросить у своего ментора, что такое код на замыканиях, если он не перестанет с тобой общаться и все-таки расскажет, где ты ошибаешься, то возможно ты что-то новое знаешь. Ладно. Знания и возможности браузеров, соответственно, HTML5, CSS, то есть надо все-таки уметь верстать, да. Хоть вы фронт-эн-тработчики-программисты, но без звездки, ну, наверное, все-таки никуда. Уметь верстать какую-нибудь кнопочку, какой-нибудь обычный простой макет, это полезное знание. И умение в кросс-браузерность важно, то есть важно понимать, какие вещи поддерж... важно иметь представление о том, какие вещи в каких браузерах работают, потому что если вы будете, ну, в работе над реальными проектами, не только Chrome, вот у нас будет только Chrome, но в реальных проектах там есть еще и Mozilla, и Яндекс-браузер, и Амиго-браузер тоже есть, и прочие-прочие Safari, так вот знание того, какие вещи где поддерживаются, это на самом деле умение, которое приходит с опытом, но о нем можно где-нибудь и почитать тоже. Вот. И понимание того, как браузер работает внутри, ну, по сути, это то, о чем я вам рассказывал на прошлой лекции немножечко. Вот. Вопросы, связанные с безопасностью. Очень важная тема. У большинства людей, как мои коллеги рассказывают, при проведении собеседований, у большинства людей большие проблемы с тем, как вообще… вот любая тема, касающаяся безопасности, они в ней не шарят. Что такое XSS? Как работают куки? Что такое курс? Сможете ли прочитать куки чужого домена? Поголовно разработчики говорят, куки чужого домена, да, без проблем, давайте прочитаем. Так вот, тема очень важная, и о ней тоже стоит знать. Про это была отдельная лекция, она была не совсем полная, то есть там еще много чего, что можно было бы сказать, не сказанное, но в целом, то есть иметь представление о том, как организованы безопасные приложения, кто же надо, нужно и важно. Вот, также большим плюсом будет понимание вопроса, связанных с инфраструктурой, с диплоем статики, то есть если вы не можете ответить, чем плохо отдавать статику Java или Node, то, скорее всего, вы не очень хороший фронт-энд-разработчик. Но, смотри, я не говорю, что плохо отдавать Java статику, я говорю, что плохо не знать, какие могут быть проблемы у этого и какие есть плюсы у NGINX, а какие есть минусы у NGINX, условно говоря. то есть понимание вот этих вещей, того, как вообще работает веб, помимо браузера, того, что такое DNS-запросы, как делать какую-нибудь балансировку DNS, как сделать балансировку NGINX, такие вот вещи. Стоит о них тоже знать. Очень хорошо имеет представление о сервер-сайде, то есть вы, хоть и фронт-эндеры, но, наверное, стоит понимать все-таки, какие, ну, как работает это все с другой стороны, да, и понимать, какие вещи можно сделать на бэкэнде, какие нельзя сделать на бэкэнде, какие стоит сделать на бэкэнде, какие не стоит сделать на бэкэнде. Вот эти вот знания, они, ну, такие, они все-таки тоже с опытом приходят, но, в целом, ну, об этом тоже стоит знать. И, разумеется, все, что связано с программированием вообще, то есть такие вещи, как алгоритмы структуры данных и прочие-прочие там написания сортировок и циклов, но это, разумеется, тоже важно, но не только для фронт-эндер-заработки, но и в целом для программирования. Это из теории, то есть то, вот именно та база, которую мы постарались вас научить в этом семестре полностью. То есть мне кажется, почти все эти темы, они были у нас в курсе. Ну, точно, сто процентов были, потому что без этого точно никуда, и это вот прям вот то, на чем строится все ваше дальнейшее, так сказать, образование в этой теме. Инструменты. Это то, ну, что помогает нам работать. Соответственно, инструменты разработки, это Node.js. Без этого точно никуда, потому что почти, если, даже если 5 лет назад, скажем так, Node.js активно, скажем так, не требовали и не использовали, были почти все эти вещи написаны на рубях и на других языках, на питоне, то сейчас Node.js это must have разработчик, и без этого точно, ну, вот никуда. Поэтому какое-то базовое представление, я думаю, у всех оно есть, но возможно стоит немножечко более так детально в это все погрузиться и попробовать попрограммировать все-таки для ноды. Но об этом чуть-чуть позже будет еще. Инструменты сборки випаком большинство из вас пользуются, но кроме него есть еще Grand, кроме него есть еще Gulp. Есть еще более редкие экземпляры, но вот эти три вещи все-таки стоит немножко попробовать над всеми ними поработать, потому что в разных компаниях могут быть разные инструменты, разная инфраструктура настроенная и знать, чем у Grand хуже випака или лучше тоже стоит. Инструменты работы с CSS это постсс. также важно знать про разные модульные системы, то есть то, что у вас сейчас у всех код на ES6 модулях написан, это, конечно, хорошо, но в большинстве сайтов, которым больше, скажем так, 5 лет, например, в почте, наши точно так, и во многих других, используются немного другие вещи, то есть нам нет ES6 модуля, там код написан по-старому, используются другие вещи, которые помогали делать модули раньше. Это AMD, UMD, Required.js, System.js и прочие такие инструменты, о них тоже стоит посмотреть, как минимум на Required.js точно нужно посмотреть. Еще буквально 2 года назад даже мы на этом курсе учили вас, учили студентов Required.js, то есть меня мой преподаватель учил, как Required.js настраивать, а сейчас уже есть 6 модулей, но все равно Required.js все еще жив. Вот, и, разумеется, полезно уметь пользоваться DevTools'ами браузеров, то есть, ну, просто для разработки есть DevTools'ы, и нужно не теряться в них, нужно уметь подебажить, что они по-быстрому, причем, наверное, полезный навык уметь дебажить не только в Chrome, но и в других браузерах тоже. Ну, то есть, банальный кейс, вы приходите на собеседование, вам говорят, вот, есть сайтик, но в нем есть ошибка, исправь ее. А вы такие, что, консоль, в общем, проблемы, упс. Поэтому, ну, то есть, про это тоже стоит знать. Как бы, вот просто такая тема. Есть пока вопрос по этой теме? Нет? Двигаемся дальше. Разумеется, мы вас учили, мы вам запрещали использовать библиотеки, но не потому, что мы такие злые, а ну, это просто полезно в образовании, то есть, уметь, понимать, внутри это, конечно, полезно. Но на рабочей чаще всего вам, если вы придете и скажете, что давайте напишем новый фреймворк, то вам скажут, типа, нет, чувак, мы будем писать что-нибудь на, на, что-нибудь работающее, а не фреймворки. Поэтому все-таки полезно знать, как работать внутри, но и уметь работать с уже популярными существующими решениями. Соответственно, библиотеки для сборки require.js и sim.js, это я вам уже сказал, а фреймворки, это то, на чем все-таки строится веб-приложение сейчас. Здесь список из четырех фреймворков, на самом деле, конечно, больше, но вот эти четыре, на мой взгляд, они, ну, такие более популярные сейчас. Вот это скорее настоящая фронт-энда, а все, чего здесь нет, это либо будущее, чего еще не сделали, либо все-таки уже прошлое. Поэтому стоит просто попробовать с каждым из них поработать, написать какой-нибудь простенький to-do list, чтобы иметь хотя бы просто небольшой опыт того, как работать именно вот конкретно с ним. Разумеется, у вас у всех, у большинства из вас сейчас квалификация такая, что вы легко войдете в новый фреймворк, потому что, ну, они все по сути одинаковые и внутри устроены почти одинаково. Там, везде там есть virtual DOM, там везде и компоненты, и модули, и прочее, прочее, прочее. Но просто стоит иметь опыт работы с ними, чтобы можно было резюме искать, я знаю, как писать приложение на React, я знаю, как писать приложение на Angular, потому что все-таки разработчики требуют, компании, которые вы будете подавать свои резюме, они все-таки хотят, чтобы фронтен-разработчик умел пользоваться фреймворками. Вот. У React-а звездочка, потому что React-а это на самом деле не совсем фреймворк, а библиотека, но об этом потом, по холиваре. Ладно. Есть какие-то вопросы по этой теме? Вот. Новые подходы концепции. Это, в общем, на самом деле, это слайд, на который я смог ставить только две ссылочки. Это, скажем так, проекты на GitHub. Вот вы сейчас пишете OOP, код, да, компоненты, это OOP, у вас есть класс компонента, бла-бла-бла, но есть и немного другие подходы к тому, как писать веб-приложении, к тому, как писать код на JavaScript в целом. То есть это не только про веб, а и в целом про JS. Советую вам попробовать вот в этих библиотеках попользоваться. то есть просто это немного новый способ писать на JavaScript. Верхний это, как писать на JavaScript реактивный код, нижний это, как писать на JavaScript функциональный код. Просто полезно, именно чисто для внутреннего развития, чтобы быть более хорошим разработчиком в целом. Вот. Как развиваться? На самом деле, один из вас мне задал недавно этот вопрос, я не смог так сходу на него ответить, потому что, ну не знаю, у меня как-то это все сумбурно получилось, вот взять, прощаться во фронт-энде. Но подумав, я немножечко вспомнил те вещи, которые, скажем так, мне в этом помогали. Во-первых, это много практики, то есть, разумеется, вы сейчас все знаете, условно говоря, JS, да, ну вот знаете JS, как писать на JS, но если вдруг у вас попадется какая-нибудь проблема, ну вот у вас что-то не будет работать, то вы не сможете знать, как это решить, пока не решите эту проблему. То есть, вам сказали сделать задачу какую-то решить, да, а у вас что-то не получается. Вы идете на Stack Overflow, вы идете гуглить на MDN, вы идете, спрашиваете у меня или у вашего ментора, после того, как я, ваш ментор или на Stack Overflow вы находите ответ, вы, ну, запоминаете, как эту проблему решать, и в следующий раз, когда она вам встречается, вы уже знаете, как с ней поступать. Вот эта вещь, она по сути только с практикой приходит, ну, сложно будет рассказать. Если бы я на прошлом, на прошлом занятии три часа рассказывал, какие бывают утечки памяти и как их решать, это было бы скучно. И тем более, я бы про все точно не рассказал. Вот. Но, когда вы сталкиваетесь с этим на практике и решаете эти проблемы, вы этот опыт получаете, соответственно, так вот происходит развитие. Соответственно, поэтому стажировка это вот способ именно получить эту практику, скажем так, и решая, преодолевая сложности, повышать свой скилл. Читайте статьи, например, заходите на Хабрахабр, ставите фильтр по тегу JavaScript, первая статья будет в каком-то далеком 2009 году, 10 лет назад. Соответственно, читая статьи с 2009 года, вы изучаете ES5, читая статьи более нового, вы изучаете ES6. Там очень много всяких вещей. То есть, смотрите, примерно перед тем, как поступить на стажировку, на самом деле нет, через пару месяцев после поступить на стажировку, ну, ладно, короче, когда я загуглил на Хабрахабре все статьи с тегом JavaScript, я узнал очень много нового, хотя до этого я считал, что я очень хорошо знаю JavaScript, но я узнал очень много нового, так что советую вам просто, это как минимум интересно и круто, но и в том числе какие-то знания. Medium очень хороший ресурс, на нем тоже постоянно выкладывают и простенькие, фиговенькие статьи про JS, но есть и более крутые, более такие вот прям мощные. Соответственно, в зависимости от вашего уровня, вы читаете либо более простые статьи, либо чуть более сложные, ну и в целом так развиваетесь. Очень крутой совет, вот хочу дать это посещать и смотреть конференции. Сейчас, пока вы все вот только начинающие, для вас это будет мега круто, очень много, мы все живем в Москве, в этом нам повезло, и очень много конференций проходит именно в Москве, веб-стандарты, фронтовые субботники, холли джесс, москал джесс. И на большинстве конференций очень много докладов именно вот такого начинающего уровня, и поэтому сейчас советую вам просто походить на эти конференции, поузнавать что-то новое, пообщаться, возможно, с коллегами, ну, такими же, как вы, то есть начинающими, с юниорами. Очень, вот ссылки на Google, ой, на YouTube, просто смотрите конференции, которые уже вышли. Отдельно советую именно смотреть доклады Вадима Макеева и Алексея Охрименко. Вот, например, ну, там был, я вам показывал кусочек доклада про веб-блютуз, вот этот чел, это Вадим Макеев, и он, ну, такой веб-евангелист, он рассказывает обычно про новые вещи, которые появляются в вебе, прям очень круто рассказывает, вот, вот, он докладчик, конечно, от Бога, не то, что я. и Алексея Охрименко рассказывает в основном про JS, то есть прям вот, ну, такие, скорее, архитектурные моменты тонкости JS, то есть я вам, я очень много в течение всего курса вставлял в доклады ссылки на их доклады, вставлял в презентации ссылки на их доклады, так что, возможно, вы с ними уже немножко знакомы, но просто посоветую погуглить и почитать, посмотреть, что там еще есть, потому что чуваки реально рассказывают крутые вещи, то есть вот смотрите конференции и таким образом тоже можно немножечко развиваться в этой теме, вот. Вот. И есть пока вопросы? И все-таки немножечко расскажу про то, как писать резюме, но так как я фронтендер-разработчик, то я вас немножко удивлю, надеюсь, и удивлю вас уже на следующем слайде, я скажу, не пишите резюме, а верстайте их. Мы же фронтендеры, поэтому мы как бы не хотим писать презентацию в PowerPoint, и мы сделали системой презентации. Очень крутая тема это HTML-резюме, то есть просто живой пример, откроем сайт, вот резюме, чувака, это сайт, его можно скинуть ссылку, тут вот всякие штуки есть, вот с чем работал, JavaScript, Node.js, например, Redux, выбрали Node.js, вот, пожалуйста, что опыт, типа, был вот таким-то, пить, веб-девелопер, потом фронтенд-девелопер, в юсер-интерфейс, вот такие вот вещи, это круто, вот, например, там в конце всякие разные контакты, ссылочка на какой-нибудь гитхаб, вот, почему не скинешь, что? смотри, если HR у тебя требует резюме в каком-то формате, то шли этого, вот, нет, я имею в виду, что смотри, я имею в виду, что смотри, ты можешь в свое резюме вставить ссылку, мое резюме по ссылке, и, ну, ладно, что я имею в виду, что, что я имею в виду, что PDF-ки, это, конечно, круто, но если ваше, ну, ваше резюме в любом случае будет смотреть разработчик, технический директор, ну, в крупных компаниях, я уверен, если компания, в которую будете устраиваться, вас будет собеседовать только HR, то не идите в эту компанию, потому что вы достойны лучшего, вот, так вот, ваше резюме все равно будет читать технический директор какой-нибудь, он увидит ссылку, он перейдет по ней, он увидит сайт, увидит вот прям на практике, что вы даже в резюме можете верстать, что-то там запрограммировать, если оно еще и креативное, то это вас охарактеризует как интересного человека, то есть сравните резюме в Word с ужасным форматированием, либо резюме в HTML красивенькое, например, вот здесь ссылочка на Pinterest с разными всякими примерами резюмеша, то есть вот там их много, я уже зарегистрирован, блин, ладно, давайте открою в хроме, потому что в хроме я зарегистрирован, а в хроме канаре еще нет, загружаем очень долго, в общем, суть в том, что это просто креативно и круто, и поэтому это реально круто, мы же фронтендер, мы должны, что такое? Прием. Ну, помню, все пропало, или у меня телефон сел, а, нет, здесь работает, а, здесь работает, вот, то есть вот примеры всякие интересные, как мне кажется, есть, то есть вот открываем, профайл, education, skills, ну, прикольная тема, мне кажется, да, и человек, который вас будет устраивать, ну, если он думает головой, он сразу посмотрит, типа, о, клево, прикольно, чувак шарит, кроме того, так как это HTML, его можно напечатать PDF, отправить PDF, если нужно PDF кому-то, ну, без проблем, вот, соответственно, вот такая тема, и мне кажется, она прикольная, то есть не пишите резюме, а верстайте его, а что должно быть в резюме, ну, не мне вас этому учить, там может быть все, что угодно, вот, я думаю, про это лучше не у меня спрашивать, ну, вообще я считаю этот вопрос очень стремным, и вот, ну, это мое только мнение, неважно. Двигаемся дальше, блин, вот, соответственно, тут буквально только что мне задавали вопрос, и этого человека нет, блин, он только что меня про это спрашивал, и ушел, что за дичь, короче, о том, вопрос был такой, типа, а не может ли пройти такой ситуации, что мы внезапно узнаем все, что есть во фронтенде, и нам не сможем дальше развиваться, ну, то есть, например, такой, типа, упремся в потолок, и типа, не круче ли идти работать бэкэндером, потому что во фронтенде всего лишь какой-то там JS, даже язык один, ну, типа, аргументация была такая, что бэкэнд-разработчик можешь писать на любом языке, а фронтенд-разработчик только на JavaScript и только для браузера, короче, короче, вот, вот, у нас курс начинается и заканчивается с одной и той же фразой, фронтенд это не только что-то там, так вот, в начале курса я говорил, что фронтенд это не только верстка, и надеюсь, удалось вас за эти недели убедить в том, что верстки во фронтенде гораздо меньше, чем с чего-либо остального, так вот, сейчас я попробую вам рассказать о том, почему фронтенд-разработка это не только разработка то есть не только разработка для браузеров, и начнем с того, что, в общем, и расскажу вообще, куда еще может идти фронтенд-разработчик со своими навыками и где еще он может работать, так вот, сервис-сайт, вот, вот ты у меня спрашивал и пропустил начало, вот, а-та-та тебе, так вот, сервис-сайт, как может фронтенд-разработчик разрабатывать для сервис-сайда, есть такая вещь, как Node.js, о ней я уже рассказывал на самой первой лекции, соответственно, что такое нода, давайте повторим, это программная платформа, основанная на движке V8, то есть V8 это просто движок, программа в вакууме, которая умеет принимать на вход JavaScript и выполнять его, всего лишь, а превращающий JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения, то есть в чем была фишка, раньше JS был только в браузерах, ну, то есть просто V8 был только в браузерах, и поэтому раньше на JS писали только для браузеров, но недавно или давно, смотря как считать, ребятки решили вот этот V8 оформить как отдельную программу и все, у нас появился Node.js, и он позволяет писать на JavaScript вообще любые приложения, ну, не хуже Java, точно, вот все, что можно писать на Java, все можно писать на JavaScript, вот в чем фишка, как это все устроено и почему это круто, то есть на самом деле V8, он написан как бы на SIAG, ну, на C++, основывается на коде, который написан на C++, это V8, соответственно, сам движок, есть какие-то дополнительные библиотеки к нему, например, OpenSSL, это библиотека для криптографии, Lib.io, асинхронный файловый ввод-вывод, Lib.uv, Lib.iv, событийный цикл, это все либы, которые написаны на SIAG, или даже не только на SIAG, там есть ассамбленные ставки, они очень быстрые, они вот эти все вещи, они используются не только вот в Node.js, а Java внутри себя, JRE, тоже используется эти вещи, OpenSSL, он тот же самый, как везде, всякие питоны, всякие прочие вещи используют тоже вот эти все либы, которые написаны на SIAG, потому что они быстрые, отлаженные, кроссплатформенные, вот это вот все. Так вот, есть какая-то прослойка, которая вот на этом всем добре написана, и есть базовая библиотека, именно JavaScript уже, написанная на JavaScript, которая реализует какие-то функции, например, например, работы со строками, вот это вот все. И вот это все вместе, это Node.js, это симбиоз быстрого кода на SIAG, который выполняет определенные функции, и кода на JavaScript, который всем добром управляет. То есть поэтому сервера на Node, они немедленнее или не быстрее, чем сервера на Java. Они все внутри себя используют этот HTTP парсер, и все внутри себя используют линуксовые сокеты. То есть поэтому спорить о том, что сервер на Node быстрее или сервер на Java быстрее, некорректно, потому что внутри там один доджикод, условно говоря. Вот. Говорить, что шифрование на Node будет медленнее, чем шифрование на Java, как бы некорректно, потому что внутри запускаются одни и те же функции из OpenSSL. Медленнее будет работать, возможно, оберточка, ну, которая это 0,001% от всего выполнения вашего кода. Так вот, для чего вы можете использовать Node.js? Ну, во-первых, это локальные консольные утилиты. То есть есть куча утилит, например, вы используете, пишете линукс, используете какой-нибудь там кат. Это утилита, ну, башевская, баша, да, там, ls, вот эти все штуки. NVM, например, на баше написано. Но точно так же можно писать утилиты и на рубях, точно так же можно их писать на Python, точно так же их можно писать на Node.js, потому что JavaScript это скриптовый язык, и обычно такие языки очень хорошо для этого предназначены. Быстро накидать какую-нибудь функцию, какой-нибудь кусочек кода, который будет что-нибудь там скачивать, куда-нибудь там сохранять, объединять без проблем. Сборщики, трансляторы, компиляторы, TypeScript, это консольные утилиты, vpac, это консольные утилиты, Grant, Gulp, вот это вот все. Это консольные утилиты, которые можно запускать, ну, чтобы они что-то вам делали. Скриптинг, кэллы, генерация документации, тест, вот эти все вещи, их можно писать на ноде, например, у вас есть JS-код, вы хотите на нем прогнать тест. Соответственно, написали на ноде же эти тесты на JavaScript и прогнали. Зачем для этого использовать что-то другое? А сервера, то есть, так как на ноде можно писать для бэкэнда, условно говоря, ну, на сервере, то можно написать HTTP сервер, который будет отдавать, например, статику. Или может реализовать какой-то API, например, для дев сервера. У вас есть какое-то ваше приложение, и вы хотите какую-нибудь простенькую реализацию дев сервера запустить локально. И, и фронтенд запустить локально, чтобы тестировать. Как бы для этого не нужно прикручивать прям распределенную в распределенную систему на Java с дедуплицированной базой данных. Для этого можно просто побыстрому накидать JS сервачок с API-шными функциями, которые просто сохраняют что-то в памяти и спокойно разрабатывают ваш фронтенд, не используя моки. По сути, замокать ваш сервер. Именно поэтому мы на самой первой лекции рассказывали вам, вот, начали с того, как писать сервер на Java с крутия на курсе фронтенд-зработки, потому что это вот вещь, которая используется повсеместно. Можно не только dev-серверам писать, можно обычный production-серверам писать на ноде без проблем. И так делают, и крупные компании так тоже делают, потому что это ничем не хуже, чем любой другой язык программирования. А сервер на Python и сервер от ноды ничем не отличаются. Там везде те же самые ген-запросы, пост-запросы, и писать просто удобнее на том языке программирования, который вы знаете лучше. Ну, если вы знаете JS лучше, чем Python, то почему бы не писать сервер на JS? Ну, вообще никакой причины этого не делать я, например, не вижу. На самом деле ноды очень часто используются, как ни странно, в Highload, реал-тайм-системах, в играх, чатах, потому что асинхронный ввод-вывод, он, ну, вот эта вещь, которая отвечает за сервера, вот эти вот вещи, они написаны на всех и работают быстро, независимо от того, ну, как бы, даже несмотря на то, что это якобы JS. Поэтому эти вещи очень часто используются и пишутся всякие сервера для таких вещей как раз таки и на ноде, потому что, ну, например, игра Agar.io, у нее бэкэнд написан на ноде, и она прекрасно выдерживает очень, ну, тысячи человек в нагрузке без проблем. Знаете Agar.io? Это самое... Вот. Создатель писал, что я хочу сказать, Agar.io сказал, что я не могу делать нормальный потому что из-за ограничения JavaScript и фронтенда. Из-за ограничения фронтенда, то есть из-за ограничения того, что в браузерах. Ну, да. Ну, так, слушай, это как бы не проблема бэкэнда, да? Нет. Ну, в общем, Agar.io, видимо, уперся в свой потолок. Нет, нет, нет. Как бы вы во всем правы прям хорошо писать на JS себя на полсердия. Ну, в случае с Agar.io, там я... Ну, я и говорю, то есть... Что-что? Ну, вот. Ну, вот. Ну, то есть совершенно пример хороший. То есть можете посмотреть, как не надо писать, если он мучится. Но вообще я просто не в курсе того, как он сейчас мучается, не мучается. Просто как пример, что такую вещь можно написать на ноде. И она работает. Вот. Заплаты в узкие места уже готовых систем. Очень часто такая вещь есть, что у вас есть какой-то бэкэнд написанный на перле. И лезть туда, что-то там фиксить вообще как-то не вариант. Можно какие-то фрост-функции опишки вынести на другие приложения. Nginx сам их проксировать. И можно их писать на ноде без проблем, потому что они ну, быстро. Это делать быстро. Вот. Есть также можно писать для ноды клиентские приложения и приложения, которые реально что-то делают, ну, на, ну, как, на сервере. То есть не сервера, не HTTP сервера, а просто приложение утилиты. Например, кравлеры, какие-то утилиты, которые что-нибудь скачивают, ну, скачивают сайты, например. Сборщики данных, анализаторы логов. Например, первый год работы в Mail.ru я работал, ну, я занимался преимущественно инфраструктурными задачами. То есть вот, ну, не для продакшена пилил код, а для разработчиков. И в том числе писал анализаторы логов и статистики, ну, потому что логов много, 40 терабайт логов в день джатых, дипованных, на самом деле их больше. И с этим всем прекрасно справляется Node.js и прекрасно работает. Я просто Python не знаю, первый не знаю, а JS знаю. Напишу-ка я парсер логов на JS без проблем. Вот. И, кроме того, можно на Node.js, на JavaScript писать клиентские приложения, то есть те, которые десктопные, то есть те, которые открываются окошечко, там можно поклассать что-нибудь. Об этом чуть позже. И, как ни странно, на JS под Node.js можно писать и программировать для микроконтроллеров. Есть такие вещи, как Tesla и Spruina. Это AVR-ки, на которых запущена нода. Нода — это C-код. Ее можно запустить на микроконтроллере. А на этой ноде уже можно запустить JS. И без проблем это тоже работает. А в тех микроконтроллерах, в которых есть Bluetooth, кстати, можно имя управлять из браузера. Такие вот вещи без проблем. Так что учите ребятки ноду. И без работы точно не останетесь. Есть на самом деле в этом семестре следующие несколько слайдов чуть менее такие менее нужные, потому что вроде как у вас у всех ну как-то так получается, что у вас у всех нету какого-то такого пренебрежения к ноде. В прошлом семестре почти у всех студентов почему-то оно было. И поэтому я вставил в следующие несколько слайдов. Так что послушайте их и вы, особенно те из вас, которые сейчас с таким равнодушным лицом смотрят на лекцию и думают, зачем они здесь сидят. Это я на тебя смотрю. Так вот, если у вас есть сомнения в том, что нода популярна и кому она вообще нужна, то вот смотрите, такой красивый слайд. Он прошлогодний, то есть в этом семестре цифр еще больше. Spring Framework, ваш любимый, которым вы используете. Смотрим, сколько звездочек. 14 тысяч. А Socket.io это библиотека. То есть это даже не фреймворк. Здесь написано фреймворк, но на самом деле это не фреймворк, это библиотека для работы с веб-сокетами для ноды. И смотрите, сколько у нее звездочек, примерно в два раза больше. То есть нода, она не такая уже не популярная и никому не нужная. А есть вопросы у кого-то, в прошлом семестре были в этом, вроде как особо нету, что Node.js медленный. Так вот, смотрите, реальная статья, ссылка, можете почитать. Человек что сделал? Он взял процесс, компьютер с такими характеристиками Core i7, 16 гигабайт RAM, Ubuntu 12, Node.js версии 0.8.3. Сейчас на минуточку десятая версия ноды вышла. Ну то есть 0.8.3. И что он сделал? Он запустил на сервер, который выдерживает миллион одновременных соединений. То есть по сути он запустил сервер, с которого можно раскачивать файлы в миллион потоков. Миллион файлов одновременно. Вот. Напишите такое на какой-нибудь там Java, вряд ли сомневаюсь. Вот. А на ноде можно? Это вызов тебе, чувак. Ну вот, посмотрим, сколько ты на это времени потрачишь. А у чувака код, не знаю, 100 строк. Он больше времени потратил, чтобы создать миллион одновременных соединений, а не на то, чтобы их в общем неважно. То есть с произведительностью Node.js как бы все в порядке. Раз такие вещи можно было делать раньше, потому что с выпуском они делают ее все быстрее и быстрее, то сейчас без проблем. Так что, если у вас все еще остались сомнения, то развейте их. Node.js немедленнее, чем все остальное. Вот. А насчет быстрее мы можем... Для этого надо бенчмаркать. Как бы больше ничего вам сказать не могу. Бенчмарков много есть и Node.js там показывает не самую последнюю позицию, я вам просто скажу. Это уже было про это, про это в принципе тоже уже было. Это вы все знаете? Или не знаете? Знаете, как работает модуль экспорт? Вот это все. Ну, в общем, типа, вот есть, так выглядит код для Node.js, а экспорт, модуль экспорт, это файловая система, которая там реализована, там нативно не поддерживается, есть 5 модулей, есть 6 модулей по определенным причинам, но то, что там поддерживается, это хуже. Вот. По сути, каждый модуль это замыкание, и на самом деле Node внутри себя, это, кстати, ответ на вопрос, который я задал на самом первой лекции, за которую можно было получить доп-бал. По-моему, пару человек за этот доп-бал и получила, вот, почему, откуда берется экспорт и как работают модули. А, так вот, на самом деле внутри себя Node оборачивает все весь JS, все JS модули в такую функцию, обертку, соответственно, в аргументах передаются все эти переменные, require, экспорт, модули, две переменные с названием текущего файла и с названием текущей папки. Вот. Ну, вот так вот это все работает. А require, вот мы require. Есть в ноде модули встроенные, которые позволяют делать очень много всяких полезных вещей. Например, модуль OS это информация об операционных системах, в которой запускается программа, child process, методы для запуска дочерних процессов, процесс информации о текущем процессе, можно создавать TCP, UDP, всегда, можно работать с HTTP, с HTTP 2, с HTTPS из ноды по, 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 ну как, в стандартной, скажем так, поставке, не нужно никаких липс скачивать. FS файл система, URL, parsing урлов, крипто это криптография, стрим это потоковая обработка файлов, кластер, модуль для запуска многопроцессных приложений. Вот. Есть NPM пакет менеджер для ноды, у него есть тоже много других пакетов, которые можно использовать вам в своих приложениях. Ну, я уверен, что со всеми этими вы знакомы. По крайней мере, это то, с чего можно начать, с чем точно стоит уметь работать. Ну, просто это то, ну, реально самое популярное, самое известное, самое полезное из тех этих вещей. Вот. Так что, если вы захотите чуть более подробно поизучать Node.js, то можно начинать с этого добра. А, пожалуйста. Да. Есть ссылка на код с миллионом потоков? А, все, я возьму на этот счет. Нет, нет, нет. Вот. Ну, в общем, как-то так. Вот. Надеюсь, теперь у вас не осталось сомнений в том, что разрабатывать backend на Node.js точно можно. И робототехнику тоже. Я про это тоже говорил, но примеров просто нет. Да, нет. Поэтому двигаемся дальше. А, на самом деле, для backenders есть еще одна крутая вещь, это MongoDB. Вам про нее вроде как рассказывают на базных данных, верно? Чуть-чуть. Ну, то есть, поэтому просто совсем чуть я расскажу, в чем суть. Суть в том, что это баз данных, она NoSQL, но как бы это не важно, мы же с вами не Google, и по сути, она очень, ну, работа с ней, она очень похожа, ну, она такая имеет JavaScript-like интерфейс, то есть, записи в этой базе данных, они представляются, можно их представить в виде JS-объектов обычных, объекты, вот, под-объекты, ну, коллекция объектов, соответственно, и работать с ними можно тоже в таком JavaScript-like интерфейсе, то есть, есть драйвер для ноды, npm install mongodb, и можно работать с многой, то есть, если вы, фронтенд разработчик, и хотите писать бэкэнды, то вот mongodb ваш лучший выбор, потому что, ну, удобнее работать, именно с точки зрения привычнее, скажем так, а производительности, как бы, не быстрее, чем все остальное, и немедленнее. Вот, соответственно, это то, как можно писать, куда можно пойти фронтенд разработчику в сервис сайдной части разработки. Вот. Приняли. На фронтенд разработчик может разрабатывать десктоп-приложение. Внезапно. Как это выглядит? Есть такая вещь, как Chromium. Chrome это Google, Chrome это браузер, который разрабатывает Google, на самом деле Chromium это веб-браузер с открытым исходным кодом, который разрабатывается сообществом, open-source. Так вот, ребятки взяли и подумали, а давайте мы возьмем этот Chromium и соединим такие с нодой. То есть вот есть Chromium, есть нода. А получились такие две вещи. Эта вещь называется NVGS, тут куда-то пропал подпись, ее, по-моему, не было, а эта вещь называется электрон. И обе эти вещи, они разные, разработаны были в разное время. Сейчас одна из них более популярна, одна из них менее популярна, но по сути они позволяют разрабатывать десктопное приложение на джаваскрипте. То есть для отображения юзер-интерфейса используется Chromium, да, браузер, ну без браузера в UI, просто прямоугольник, в который можно вставить кнопку на HTML. Юзер-интерфейс, почему бы нет. А для кода используется, ну код для Node.js, соответственно, это приложение может через код для Node.js что-то там записать на диск, например. То есть это как будто бы ваш собственный браузер с вашим собственным UI, ну как бы, со звездочкой, неважно. Вот, Chromium плюс Node.js плюс нативный API. Это вещь кросс-платформенная. Она работает и на VDA, и на MacOS, и на Linux. Все кросс-платформенные. То есть, вот. Электрон. Поэтому мы не будем рассказывать. Вот. NV.js существует чуть дольше электрона, но на электроне разработано гораздо больше популярных приложений. Atom, Slack, Visual Studio Code, клиент для GitHub, Hyper и прочая-прочая вещи. Много их на самом деле. Это прошлогодний слайд, прошлого семестра. С того момента еще интересные вещи появились. Они все написаны на JS и прекрасно работают. И, допустим, VS Code, ну я раньше прогул под Sublime Text, потом под Atom, потом под VS Code, и VS Code работает гораздо лучше, чем Sublime Text, например. Ну то есть просто реально я ставлю под Субблайн, ставлю под Субблайн, под Субблайн в VS Code, мне удобнее работать в VS Code, он быстрее намного, меньше памяти же. Так что, пожалуйста, работает, и все этим пользуются, все это пишут. Возможно, даже любимое ваше приложение написано на JS, и вы просто об этом не знаете. Может быть, такое тоже. Вот. Примерно как это работает с точки зрения внутренности. То есть, есть какой-то main process, да, это именно там, где исполняется ваш бизнес-логика. Есть процесс, есть окно браузера, по сути, как бы окно браузера, то есть там HTML отображается, user interface ваш. И для этого окна браузера есть свой renderer process, который этот, ну это интерфейс render it. Это именно про то, как устроен электрон. И так вот, можно общаться со всеми этими процессами с помощью inter-process communications и вот так это выглядит все внутри. А снаружи вы пишете свой любимый JS, пишете require, пишете что-нибудь там и у вас десктопное приложение. Вот. Здесь был пример, но он исчез. Ну то есть, можете просто загуглить электрон, перейти на главный сайт и там факт, как запустить, скачать пакет, нажать npm install, нажать npm run и у вас откроется приложение и там уже можно что-то делать. Очень хороший, очень крутой доклад про электрон чувака. Он правда на английском языке, но он просто а. То есть, на самом деле я про электрон узнал в этом году в феврале на конференции в Минске. Я поехал в Минск на конференцию по фронт энду и там этот чувак вызывал с докладом про электрон. То есть, раньше я про него не знал, например. А вот сейчас узнал. Очень советую вам его посмотреть, если он еще есть в ютюбе. Может он уже исчез, я не проверял, если честно. Вот там прям очень круто про это все рассказано. Прям много крутых примеров. В общем, уверен, вам будет интересно. То есть, фронтендер-разработчик может разрабатывать десктопные приложения без проблем, потому что там что? Там и HTML, и CSS, и ревизион интерфейс, да? А условно говоря, все, что делает, это Node.js-овский код. Все, и то, и то на JS, и то, и то вы уже умеете. Почему бы не писать полностью все вместе? Пожалуйста. Надоело фронтендером работать? Можете работать десктоп-девелопером. Есть какие-то вопросы? Можно нам всякие крутые модные реакции, там, можно, можно, можно. Это просто браузер, но без браузерного UI, а с вашим собственным. Все, все можно. Вот. Так что то, что я вам рассказывал для фронтендер-разработки, оно все точно так же применимо. Как бы не нужно ничего нового учить, вы все это уже умеете. Завидуй молча. Двигаемся дальше, да? Десктопа нам оказалось мало, и мы решили притянуть наш фронтенд в мобильную разработку. У вас в следующем семестре будет предмет андроид-разработки. Вот. А в четвертом семестре те из вас, кто доживут до дипломного проекта, вынуждены будут делать дипломный проект. И так уж случилось, что почти во всех дипломных проектах есть мобильное приложение. Ну, то есть там просто надо сделать какое-то приложение, там сайт и, например, мобильное приложение для этого сайта. например. И вот большинство, если даже не все, ну ладно, все на самом деле, мобильные приложения это не мобильные приложения, не андроид. Это, в общем, разработчики, те люди, которые, в общем, при разработке этих мобильных приложений в дипломных проектах используют знания не третий, а не третий семестра, а второго. Не скажу, какого предмета. На самом деле, скажу нашего предмета. То есть, думайте сами, решайте сами. Как бы люди, которые делают дипломные проекты не могут ошибаться. Ладно. Мобильная разработка. Как это все устроено? На самом деле, можно разрабатывать просто веб-сайты, которые работают в браузерах. На всех телефонах есть браузеры, открыли что-то в браузере, Google загуглили, пожалуйста, веб-приложение. Но оно все-таки веб-приложение, и для его работы, ну, условно говоря, нужен интернет, там вот это все. Вот. Есть, нужно открывать браузер, что-то там гуглить, долго. Есть более хороший способ, это PWA, Progressive WebUp. О нем вам рассказывали, просто добавляешь файлик с манифестом и добавляешь файлик с манифестом, ServiceWorker, ServiceWorker кэширует всю статику, файлик с манифестом позволяет добавить это приложение на рабочий экран, установить, скажем так, и оно открывается в это какой-нибудь Android-код, ну, условно говоря. Но не Android-код, а все-таки JS, Frontend. Так вот, в чем плюс такого подхода? Плюс в том, что это все-таки сайт, но он просто хранился в виде приложения. Но минус в том, что это все-таки веб-приложение, и поэтому на него накладываются все ограничения, что и на другие веб-приложения. Это нет доступа к нативным API-шкам, нет доступа к правилам и системе, нельзя там, условно говоря, сделать, ну, сфотографировать что-нибудь с помощью камеры, ну, там, плюс-минус. На самом деле с MediaRecord API уже можно, но неважно. И вот такие вот все вещи. Но зато это веб-приложение, вы это все делать умеете. Так вот, ребята решили, а почему бы не сделать такую штуку, чтобы можно было, так сказать, и JS, и нативный API, да? И придумали такие вещи, как NativeScript, React XP, PhoneGap, React Native. Это все способы, разные способы писать на JS о приложении, которое будет запускаться в Android, ну, в iOS, на мобильном устройстве, короче, и иметь доступ к нативным API платформам. Эти все вещи развивались, ну, в общем, мобильные приложения можно, условно говоря, разделить на несколько таких поколений, то есть первое поколение это ориентированное на платформы, то есть у нас какая-то платформа, iOS. Для нее есть отдельный язык программирования, отдельный инструмент, отдельная экосистема. Вот, например, для Apple это Objective-City Swift, для Android это Android Java, для Windows это Windows.net. Вот, то есть если вы хотите разработать ваше приложение, мобильное приложение, вот, по такому пути, то вам необходимо нанимать три команды разработки, да, три команды тестирования, ну, или одну общую, неважно, и платить очень много денег, зато вы будете иметь нативный UI, высокий перформанс, но у вас не будет мультиплатформенности, то есть для каждого приложения нужна будет одна своя отдельная кодовая база. А потом ребятки решили и сделали такую вещь, у нас же как бы в... Потом ребятки подумали и сделали такую вещь, они подумали, что у нас же уже есть браузер в телефоне, да, как бы WebView. Давайте мы запилим приложение и будем запускать в отдельный. То есть это, по сути, был APK-шник, в котором открывался WebView, а в этом WebView открывался сайт, ну, HTML-код, который был сохранен, ну, просто лежал как срочка в этом уже APK-шнике. То есть был APK-шник, ну, для Андроида. Я просто знаю, как на Андроиде называется расширение этого файла. Ну, вы понимаете, чем я, да? Файли, которые мы скачиваем с Google Play. Там было что? Там была стринга большая с кодом, HTML-кодом, с JS-кодом и была WebView. В этом WebView ставилась эта стринга и это было как бы приложение. Вот. Для него не нужен был интернет, потому что, ну, все пайлы со статика лежали в этом же APK-шнике, условно говоря, да? И вот оно так работало. Оно было мультиплатформенным, потому что на перелете WebView можно быстро, условно говоря, и там, и там, и там. Вот. Но у него не было таких вещей, как нативного юзер-эксперинса. Оно работало чуть медленнее, потому что, ну, это браузер. Просто там внутри приложения запустили браузер. Вот. И не было доступа к API-шкам платформы. Соответственно, ребятки в третьем поколении, вот эти все вещи, это объединение этих двух вещей, вот, которые все эти вещи поддерживают. Как это работает? А, ну, кто есть кто? В том деле спортер, вам придется вместо трех команд разработчиков принимать восемь команд разработчиков. Потому что есть один JS-девелопер, есть еще ответная команда Android, iOS, которая фиксит за JS-девелопером в Сибаге, и никогда ваши пользователи не будут довольны. На этом случае, если вы вырабатываете что-то чуть сложнее, чем нажми на кнопку, чтобы было такожечко. Только давайте... Я просто делаю реакцию. Ну, как бы... Не, фронтен-разработчик говорит. Не, ну, разумеется, только знание... А? Разумеется, то... В браузере, но, мне кажется, все в принципе с этим сборкой есть. Ну, во-первых, во-первых, да, во-вторых, во-вторых, разумеется, есть нюансы для каждой платформы, это не все так радужно и весело, как можно было бы подумать. А в-третьих, давайте вспомним, сколько приложений на вашем телефоне это что-то сложнее, чем нажать на кнопочку и открыть по папчикам. Приложение ВКонтакте встроенное это нажать на кнопочку и открыть по папчикам. Приложение Фейсбука встроенное это нажать на кнопочку и открыть по папчикам. Приложение Шазама это даже на кнопочку нажимать не надо, просто открыло, но тебе уже все записывает звук и дает на его сервер. Ну, то есть, если, разумеется, если вы делаете приложение, которое там очень-очень сложное, игру, да, хотя игру тоже можно. Если нужно открыть меню слева, это все, это сразу ты переписываешь несколько библиотек, меню слева, тебе надо переписывать какие-то, смотреть, я кучу багов, крашу на определенных андроях. Потом, если там тебе нужно, если хранить, то вообще сразу еще пропало, он сразу выкидывается в секс-казы, придется переписывать с меню. Это, как бы, это реальный опыт, я не просто придумал с потолка, то есть мы там оценивали проект в месяц, в итоге он вышел в 4 месяца. Вот у меня друзья с Ипама, они рассказывали про, что они оценивали проект в месяц, а они до сих пор делают 8 месяцев. Тот же самый, на телефоне они работают, слаб, и, ну, наши слабые номеры нормально работают, а вот, какой там чат, я вам вспомнил. Дискорд, он ужасно работает, там куча багов, крашу на некоторых андроидов, прочее. Дискорд, по-моему, дискорд это жутко древняя вещь, которая, как бы, в общем, ладно, это точка зрения, она имеет право на жизнь, но я все-таки не соглашусь, потому что, наверное, вот это был опыт очень давно. Когда ты это делал? Недельно. Ну, значит, ты плохой разработчик, ну, видимо. Ну, или... Ну, в общем, ребята, которые... Ну, то есть ты подходишь, фоткаешь иголик и говоришь, типа, позовериться. Все, это все приложили, будем делать примесь. В группе из JavaScript разработчика трех андроид разработчиков глухо есть. Зачем вам нужен был тогда JavaScript разработчик? Неужели ваши андроиды и iOS или не могли? В общем, мне кажется, у вас были какие-то проблемы, потому что, на самом деле, это все неправда. И открыть уже менюшку левую, это... Это, блин. Тысяча туториалов на YouTube есть, которые открывают менюшку влево и показывают, как это работает и на андроиде, и на iOS, и на Windows. Хорошо, пока ты не делаешь это все в своем мумиатре, а только это выходит в продажен, начинается кровавые войны. Нет, 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 не соглашусь. Ну, ладно. Двигаемся дальше. У нас не так много времени осталось. Вот, я думаю, вы все прочитали вот этот слайд. Соответственно, вот это те приложения, которые сложнее, чем нажать на кнопочку открыть по PUBG, которые используют эти технологии. Мне кажется... Да, здесь нет EPUM, но простите, что поделать. Вот. Выглядит это примерно так. Ну, то есть, по сути, как бы... React — это React Native, да? То есть, вот взяли, хоп-хоп-хоп, view, text, progress bar, какой-то Native компонент. Что-то там показалось. Работает примерно так. Есть какой-то чекбокс. В браузере это все отображается как input type checkbox. В приложении это какой-то там элемент switch, ну, условно говоря. Вот. С точки зрения изнутри есть, разумеется, какие-то нативные вещи, какая-то нативная платформа, там нативные API-шки, открытие файла, например. Там, не знаю, сделать... Что? Включить вспышку, да? Там, сохранить что-нибудь. Вот. Есть какая-то прослойка, которая, по сути, вот эти все различия между сетевными API-шками сводит воедино, да? Такой вот, скажем так, полифил. И представляет JavaScript-энтерфейс для вызова методов этих API. То есть есть какой-то модуль, который переводит типы из жестных нативный, там, number, переводит в double какой-нибудь, что-нибудь такое. Какие-то метаданные, которые генерируются в процессе сборки. И, соответственно, код вашего приложения — это JavaScript, который может использовать JavaScript в библиотеке, которая может что-то делать, ну, какую-то логику, бизнес логику, делать запросы в сеть, вызвать методы сетевной напишки, ну, какая-то такая вещь. То есть это все... Ну, такая вот, примерно такая вот схема. Я нашел самую красивую картинку в интернете, почитал статью, в которой эта картинка была и вот примерно вам рассказывал. Вот. Я сам тоже с этой вещью работал, и я не сталкивался с этими проблемами почему-то. Ну, не знаю. Может быть, я плохой разработчик, раз не допустил в своем коде столько багов. Неважно, я не говорю, что вам стоит всем... Чувак, ну, хорош уже, а все-таки лекция. Давай не будешь мешать. PetWork и PetWork, но у меня не было этих проблем. Хотя там было сложнее, чем кнопочка и папочка. Не суть. А чуваки, которые делают PetWork для дипломов технопарка... Ну, блин. Ну, ладно. В общем, эти чуваки, видимо, тоже PetWork делают. Не суть, не суть. Вот. Таким образом, разумеется, андроиду... Сколько лет андроиду? Чувак, сколько лет андроиду? Ты знаешь. Больше лет. Больше лет. Вот. Больше лет. Допустим, десять. А вот эта вся история, в принципе, началась не так давно. Года два-три назад. И поэтому, разумеется, это все вещи, она только-только развивается. Каждый день, каждую неделю там всякие новые вещи допиливают, делают лучше. Так что, в целом, на это можно смотреть. Если вам нужно приложение, которое просто... Ну, приложение... Которое что? Ну, приложение с просмотром новостей. То там что? Там даже менюшка слева не нужна. Это приложение новостей, да? Можно написать приложение для браузера, но если его писать с использованием этих вещей, то оно будет сразу же готово и для мобильных устройств. То есть код, так сказать, кроссплатформенный в том плане, что он запускается и в браузере, и на Android iOS. Попробовать как минимум стоит, чтобы примерно представлять, как это работает. Вот. И пилить предпроекты Android и для iOS как бы без проблем. Если вы внезапно стартап, и у вас нет денег на две команды разработки, то можно нанять одного фронтендера, которого мы отпилили то, и то, и то. Да, оно будет крэшиться на каком-то жутко старом Android, но зато на новом он будет работать нормально. И ваши инвесторы увидят уже какое-то готовое работающее приложение, прототип. И потом уже инвестируют в вас деньги, и вы наймете нормальных Android разработчиков. Вот. Или мне наймете. Но это уже ваша суть. В общем, вот. Примерно такая тема. То есть, если вы фронтендер-разработчик, то, в принципе, приложение для мобильных устройств вам написать тоже не составляет никакой проблемы. Вот. Такая вот вещь. Есть вопросы по этой теме? Какие-то? Еще. Кроме того, что вот нам рассказали. Если нет, то двигаемся дальше. По-моему, заключительная часть. Это ОС и Smart TV. ОС и Smart TV. Ну, это на самом деле такое, скорее... Многие из вас, возможно, с этим не сталкивались, но это реально есть. И это реально много лет, это уже везде используется. Во всех... Есть такие вещи, как ОС, WebOS. То есть, люди, которые пишут операционные системы, в которых... Операционные системы, по сути, веб-приложения. Теория веб-приложения. То есть, например, WebOS — это это веб-приложение, которое организует платформу для выполнения других веб-приложений. То есть, вы открыли в браузере сайт, и вы... И этот сайт у вас как будто бы десктоп. Вы его открыли на полный экран, и вы можете создавать приложение, что-то такое, там, запускать какие-то программки, которые написаны другими фронтенд разработчиками. И такие вещи реально есть, они используются. Просто мы о них, на самом деле, ну, не знаем. Они у нас в России не распространены. Вот. Есть Tizen — это открытая операционная система на базе Hydro Linux, которая предназначается для таких устройств, как компьютеры, ну, встраиваемые такие системы. То есть, например, в Макдональдс вот эти приложения, вот, в стойке, в которых вы заказываете заказы, это, на самом деле, веб-приложения, которые запущены вот там, например. То есть, это не C++ код, а JS. Именно поэтому они такие логучие. Ладно, шутка. Вот. Есть Chrome OS — это тоже такой проект компании Google, операционная система от компании Google, которая, ну, написано типа на Остях на Андроиде, но главной фишкой является доминирование веб-приложения над обычными функциями OS. То есть, приложения, которые пишутся для этой операционной системы — это, на самом деле, веб-приложения. Там у них есть свой собственный API, свой собственный там, ну, инфраструктура, экосистема. Вот. И эта вещь тоже, как бы, где-то используется. Есть Chromebook там были, которые вот на этой, с этой операционной системы уже поставлялись. В общем, тема пока еще развивается, ну, как мне кажется, но в целом какая-то движуха там происходит, и, возможно, в какой-то момент времени они будут чуть более популярны, чем сейчас. Вот. Соответственно, есть такие вещи еще, как смарт-телевизоры, да, и почти все приложения в этих смарт-телевизорах — это, на самом деле, веб-приложения, потому что, ну, просто потому что. Ну, так и служилось. Соответственно, Tizen, например, она и для смарт-тв тоже используется, эта операционная система. Вот. То есть, смарт-приложения для программирования для телевизоров — это, на самом деле, большая область разработки. Вот. Просто у меня, например, не было в этой сфере опыта, поэтому я, ну, не могу на практике. Ну, просто говорю, что у некоторых моих коллег опыта там очень много, и они делают, допустим, для Иви приложения онлайн-кинотеатры, например. Вот в ivi.ru, я точно знаю, коллега работал раньше там вроде как, и он вот занимался разработкой приложений для телевизоров, и там тот же самый HTML, тот же самый CSS, совершенно другие, ну, очень много людей, потому что телевизоры все покупают, условно говоря, да. Вот. Там те же самые вип-приложения, которые пишутся на JSON, HTML, и ими пользуются, и их тоже надо разрабатывать. Вот. Таким образом, это не только программирование под ваши модные хромы и на макбуках и всяких прочих ноутбучках, а и вот на пре-программе для телевизоров. Вот. Соответственно, как-то так. Я не помню, что я хотел сказать на этих двух слайдах. А. Наверное, то, что... Поэтому все-таки фронтенд-разработка — это не только веб, и в целом, если захотеть, то у фронтенд-разработчиков открывается очень много возможностей развиваться дальше не только в рамках браузера, они не только ограничены браузерами, а на самом деле они могут вполне переквалифицироваться в full-stack разработчиков как минимум, то есть уметь разрабатывать и фронтенд, часть ваших систем, и бэкэнд тоже и с базой данных работать, или даже еще больше и за пределы фронтенда выйти, за пределы веба разрабатывать, например, десктопные приложения, но тот же самый VS Code, например. Вот. Или даже еще дальше. Таким образом, я думаю, у многих из вас есть куда развиваться, и пробовать можно много чего еще другого. Блин, я что-то охрип. Вот. На этом, наверное, такая вот образовательная часть нашего курса закончена. Сейчас еще там будет какое-то количество слайдов организационных, ну, про защиту и там еще про кое-что. Так что вы не уходите. Мы еще 45 минут с вами. Вот. Не переживайте. Надеюсь, это было полезно для вас. И вот. И пока что на этом все.